Диана Станкевич Пенсионер укусил клещ Поднял калашину, вот эту штанину, смотрю, а там под выпадиной сидит Причем здесь небесная канцелярия, объясняют коммунальщики и санслужбы Спасибо медикам, сотрудникам скорой помощи передали набор бытовой техники Это действительно хорошая подмога Что в комплекте? А также градусы после 22, поздравления на колесах и лето под зонтом, когда отступят дожди В Беларуси выздоровели и выписаны 38 688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 Зарегистрированы 59 487 человек с положительным тестом Проведено 886 248 исследований Эти данные приводит Минздрав В стране продолжаются акции по поддержке врачей Общественные организации, представители бизнеса и просто неравнодушные люди Передают медучреждениям средства индивидуальной защиты, санитайзеры и еду Свой вклад в марафон добра внесли активисты Союза молодежи Привезли в 21-ю столичную поликлинику антисептики Ранее волонтеры также помогли 10-й и 11-й городским больницам Минска Мы планируем, что в других районах тоже окажем такую помощь людям, которые в этом нуждаются Потому что это, наверное, самая главная наша задача сегодня быть рядом вместе с медиками Помогать им справляться с вот этими вопросами Помогать нашим людям, помогать нуждающимся, инвалидам, ветеранам, пожилым Вот это, наверное, самая главная наша функция Минздрав напоминает главные правила по профилактике инфекционных заболеваний В том числе COVID-19 Специалисты советуют продолжать соблюдать гигиену и социальную дистанцию В местах массового скопления людей носить маску Пить достаточное количество бутилированной воды Продолжают помогать медикам и в Бобруйске Профсоюз передал сотрудникам больницы скорой помощи очередные подарки К главному корпусу подъехала фура с бытовой техникой Внутри холодильники, чайники, микроволновки и стиральная машина Бобруйское городское объединение профсоюзов уже в течение двух месяцев Оказывает финансовую помощь учреждениям здравоохранения нашего города Для укрепления материально-технической базы Мы уже перечислили более 8 тысяч рублей И будем перечислять дальше нашим учреждениям Выражаю от себя лично и от нашего тысячного коллектива Слова особой благодарности, искренние слова благодарности и признательности За оказанную спонсорскую помощь Техника будет использоваться для нужд нашего многочисленного медицинского персонала Мы все очень ждали этого Это действительно хорошая подмога В Бобруйске вновь разрешили продавать алкоголь в ночное время Магазины, бары, кафе и рестораны могут торговать горячительным до закрытия То же касается мини-маркетов на АЗС Ранее из-за эпид-ситуации реализация спиртного прекращалась в 10 вечера Между тем продолжают действовать ограничения на работу точек общепита, клубов, казино, развлекательных центров и других увеселительных заведений Двери для гостей могут быть открыты максимум до 23.00 Днем сотрудники должны разделять потоки посетителей, следить за соблюдением социальной дистанции Напомню, с прошлой недели в общественных местах города действует масочный режим Мал да удал, у Белой церкви пенсионера укусил клещ Мужчина сетует, букашка выпрыгнула прямо из травы Мария Бушкевич расспросила коммунальщиков и узнала советы врачей Василий Житко каждый вечер выходит с супругой на променад Гуляет по Тухачевского, там и людей поменьше, и воздух чище, рассказывает пенсионер Вернувшись с очередной прогулки, обнаружил на ноге клеща Мужчина признается, подцепить паразита в городе никак не ожидал и винит высокую траву Смотрю, что-то у меня тут вроде как ползает Я поднял калашину, вот эту штанину, смотрю, а там под упадиной сидит Я уже знаю этих чертей, ну я ее тихонько вытащил В санстанции догадки Василия Житко подтвердили и посоветовали быть всегда на чеку Должна быть везде скошена трава, потому что сколько мы проводили энтомологические исследования территории На скошенной траве, в скошенной траве клещей не встречаются За июнь месяц у нас уже зарегистрировано 130 обращений, это июнь В прошлом, за такой же прошлый год период за июнь, вот на это число, у нас было 108 Сотрудники ЖРЭУ объясняют, планы по покосу подкосила непогода Из-за дождя и заоблачного плюса рост травы ускорился Работа с такой труднее, страдает скорость и результат К тому же необходимо ждать, пока зелень высохнет Мы косим с 8 до 8, когда и до 9, когда и до 10 Приходится косить и позже, и раньше, и задерживаться И выходные у нас, рабочие дни, и суббота, и воскресенье Сейчас в Бобруйском районе от клеща обработаны загородные лагеря и санатории, АЗС Вскоре к ним добавятся территории городского парка и пляжей Если встречи с вредителями сбежать не удалось, медики рекомендуют обращаться в травмпункт скорой помощи или поликлинику Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Как гром среди ясного неба, в коттедж на заре ударила молния Загорелся второй этаж, хозяева выбежали во двор, вызвали пожарных Когда на место прибыли первое подразделение МЧС, наблюдался выход дыма из-под кровли дома и создалось плотное задымление Огонь уничтожил 30 квадратных метров кровли В одной из комнат обуглены стены, потолок, повреждены стеклопакеты Сообщения с предупреждением об опасности публикуются в Твиттере МЧС Беларуси, Вайбере и Телеграме Уведомления также приходят через приложение «Помощь рядом» Во время непогоды спасатели рекомендуют выключать электроприборы, закрывать двери и окна, не пользоваться водой Не доставать телефон на улице, обходить стороной линии электропередач, стараться не выходить на открытое пространство Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив? Корреспонденты Бобруск 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Водная западня, запрещенные психотропы и год за 4 месяца Витязь продал рекордную партию очистителей воздуха, что постигнуло спрос Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня С начала года в стране утонули 136 человек, треть погибли пьяными По словам сотрудников освода, смертельная статистика снижается И все же доля нетрезвых из года в год примерно одинаковая Сейчас спасатели переведены на усиленный вариант службы С 2020-й они вытащили из воды 63 человека, в том числе 8 детей Перечень наркотиков и психотропов, подлежащих госконтролю, дополнили 12 позициями Соответствующей инициативой выступили судебные эксперты 11 веществ относятся к классу синтетических канабиоидов Действующих компонентов так называемых спайсов Одно вещество из фенилалкиламинов Витязь за 4 месяца продал годовой объем бактерицидных рециркуляторов Высокий спрос специалисты объясняют пандемии коронавируса Прибор очищает воздух, обеззараживает и снижает количество вредных бактерий Гаджет может работать в присутствии людей В Беларуси Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение о займе на 100 миллионов евро Деньги пойдут на улучшение системы высшего образования В БГУ планируют создать междисциплинарный учебно-исследовательский центр В состав пойдут 37 лабораторий, 9 платформ для коллективного пользования Также рассчитывают модернизировать более 60 классов для практических занятий Капитально отремонтировать несколько корпусов в вузах по всей стране Мобильный оператор и Национальный олимпийский комитет запустили благотворительную акцию Спортсмены будут тренироваться ради подрастающего поколения Каждый участник за два месяца должен набрать 100 часов занятий любым из четырех предложенных видов физической активности Когда на общем счетчике наберется 50 тысяч, организаторы выделят аналогичную сумму Республиканскому клиническому центру палеоативной медицинской помощи детям В общественном транспорте зазвучали поздравления с Днем города Записи подготовили коллеги из Зефира ФМ Аудио могут услышать пассажиры автобусов и троллейбусов Акция продлится для самого праздника Мы собрали все, абсолютно все песни, которые были спеты о нашем городе И написаны нашими бобруйскими авторами Добавили туда немножко слов поздравлений И рецепт хорошей поездки домой был готов День города по традиции пройдет 29 июня В этом году бобруйску исполнится 633 Не продохнуть Улицы города превратились в парилки Небо укутали облака Утром влажность чуть не достигла 100%, но к вечеру опустилась до 66 Днем воздух прогрелся до 23 с плюсом Надолго ли тренд уточнила Лилия Шайхова Овощной бум По словам метеорологов, в стране сформировались условия для хорошего роста и развития урожая Дожди напитали почву влагой Лишь в Гомельской области осадков по-прежнему мало В отдельных районах зерновые культуры желтеют, листья скручиваются и засыхают Куда больше страдают сельхозугодия в Украине Нескончаемые ливни затопили 5 гектаров полей Стихия натворила бед по меньшей мере в 8 областях страны Повреждены 177 зданий, больше 20 подвалов ушли под воду Пострадали приусадебные участки 100-метровый участок дороги Гринява-Галашина превратился в реку Сошли 4 оползня, разрушены 2 пешеходных моста В районе Черемош прорвало дамбу, подмыло бетонное ограждение магистрали Жертвы пострадавших нет Из-за паводков при Карпатье и Буковине ввели чрезвычайные меры безопасности В горных реках уровень воды поднимается до 2 метров Там работают спасатели и полицейские Проводят воздушный и наземный мониторинг местности Эвакуируют людей из аварийных домов В середине недели в городе на Березине обещают комфортную погоду Небольшая облачность и без осадков Ветер северо-восточный, умеренный Атмосферное давление будет активно расти Днем потеплеет до плюс 25 Ночью максимум 15 градусов выше нуля Лилия Шайхова, Бобруйск, 360 Это все из событий к этой минуте Следите за нами в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!